Продолжим начатую нами тему. Мы говорили об изменении слова ради несмысловой цели, то есть об изменении слова ради речевой или словесной цели, то есть связанной только с произношением, а если точнее с облегчением произношения, с переданием ему благозвучия и красоты изучения. Продолжим нашу тему. Мы привели примеры изменения слова, связанного с наличием однородных букв, то есть удоенного глагола, мадада и мадда в итоге, а также изменения, связанные с наличием слабой буквы в слове, как, например, якувулю и якувулю. Приведем еще примеры, на этот раз уже связанные с наличием буквы хамзы. Так, буква хамза сама по себе это харфун-сакилун, является трудным, тяжелым в произношении харфун-буквой, из-за чего она может быть подвержена облегчению, будь то через ее замену на другую букву или ее удаление, как, например, а-мана в основе и а-мана в итоге, путем замены хамзы на алиф, и-манун и и-манун, у-муль и у-муль. Пример удаления хамзы, я-ру-аю и я-ра в итоге, у-куль и куль, у-худ и худ и так далее. Как мы видим во всех этих примерах, изменение в строении или структуре слова не преследует цель придать посредством этого слова новый смысловый оттенок, преследует цель облегчить его произношение, придать ему красивое звучание и тому подобное. Иногда в одном и том же слове может быть более чем одно изменение, как, например, такое известное слово, как иттақа, бояться, остерегаться, быть богобоязненным. Его основой является ивутақае. Как мы видим, произносить иттақа намного легче, чем его исходный начальный вариант ивутақае. Здесь тоже, как мы видим, смысл глагола не изменился в результате произведенных в этом глаголе изменения. Также в Коране мы, например, читаем слово мудаха матани, чей основой является мудаха миматани, а также тахша'рру, чей основой является тахша'рру. Также мы находим в Коране слово иттақа'лтум, исходная форма, которая является таттақа'лтум, а также, например, аль-муттаххирина от слова аль-муттаххирина, яхидди от яхтади и т.д. Во всех этих примерах мы видим изменения слова, которые преследуют цель облегчить произношение, а не придать ему новым смыслом. Все это, иншаллах, будет нами подробно разъяснено, каждое в подходящем для этого месте. На этом, можно сказать, мы закончили разъяснение определения науки сарф, которое привел имам арабской грамматики ибн Хишама, рахима Аллах. Однако продолжим наш разговор про науку сарф, о теме или предмете изучения науки сарф или тасриф, т.е. мауду аль-мисарф, где эта наука применяется и что она изучает. Предметом изучения науки сарф или тасриф является аль-муфрадату аль-арабииту, отдельно взятые слова, они в связи с другими словами, как это бывает, например, в науке ан-наху, синтаксис, аль-таркиба. Приведем для ясности, в пример, простое предложение, например, каума Мухаммаду, Мухаммаду сау. Если мы проведем синтаксический разбор, т.е. и араб этого предложения, то наука ан-наху, синтаксис, говорит нам, что каума это фаулин мадн, глагол прощающего времени, мобниу аль-фатхан с неизменяемым окончанием, с постоянной неизменной фатхан на конце. А имя Мухаммад это фаулин фаали, фааль действующее лицо, субъект действия, кто встал, встал Мухаммад. Значит, Мухаммад это тот, кто совершил данное действие, вставание. Поэтому здесь у нас глагол каума, встал, является тем аймалем, тем фактором, который воздействует, влияет на окончание имени Мухаммад. ЮАССИ РУФИ АХЛИ ставит его в состояние раф в именительном падеже. Признаком чего является огласовка дамма на конце этого имени. Поэтому и араби в синтаксическом разборе этого предложения мы говорим, что Мухаммад это фааль, действующее лицо, глагола, каума, марфуум бельфаали, поставленный глаголом в состояние раф, в именительном падеже. У АЛАМАТ РАФИ признак в состояние раф, в именительном падеже, в этом имени. АЛАМАТ АЛЛАХИ РАТУ АЛЯ АХЛИХ явно и дамма на его конце, то есть над буквой ДАЛЬ, Мухаммад ДУН. Как мы видим в науке АЛНАХУ, синтаксис учитывается изменение окончания слова по падежам в зависимости от местоположения этого слова, в зависимости от воздействующего АМЛФ фактора. Здесь все внимание обращено на конец слова, на его окончание, а не на начало или на середину слова. И мы видим, мы замечаем связь между словами одного и того же предложения. Как глагол КАМ, например, явился здесь АМЛФ фактором, воздействующим на окончание слова Мухаммад. Значит, в науке АЛНАХУ, синтаксис учитывается связь между словами, где окончание одного и того же слова может меняться в зависимости от его местоположения и функции его предложения, то есть от фактора, от АМЛФ, воздействующих на его окончание. В то время как наука ТАСРИФ или САРФ рассматривает каждый из этих слов в отдельности, изучает изменения, которые происходят в самом слове. Внутри самого слова, в его форме, не затрагивая связь между словами или его окончания. Так, если, например, мы проведем морфологический разбор этого же предложения, то есть согласно науке САРФ, то в предложении КАМа Мухаммадан мы скажем, что КАМ – это также фиалин мадан. Фиалин мадан – глагол прощающего времени. Однако не в том смысле, что у него будет неизменное окончание, неизменяемое окончание, а с учетом всей его морфологической формы, его сиот, его бинья. Мы скажем, что КАМа – это фиалин мадан лильфа'ля, глагол действительного залога, то есть здесь речь идет о том, кто совершил действие, на что указывает фатха первую букву КАМ. Также мы скажем, что КАМа изначально был КАМа по шаблонам по модели ФААЛа. Затем согласно правилу, которое гласит, что если слабая буква, то есть буква ВАУ ИЛЬЯ, имеет огласовку, причем любую огласовку, а предшествующая ей буква огласована именно Фатхой, то в этом случае слабая буква ВАУ ИЛЬЯ меняется на АЛИФ, на АЛИФ ради легкости произношения. Как мы видим, здесь в глаголе КАМа буква ВАУ огласована, а предшествующая ей буква КАФ огласована Фатхой. Поэтому мы заменились для легкости ВАУ на АЛИФ и в итоге у нас получилась КАМа. Как мы видим, мы здесь не затронули огласовку конечной буквы этого глагола, как в случае с наукой АННАХО, а рассмотрели изменения, которые происходят внутри самого слова, не обращая внимания на следующее за ним слово Мухаммад. Также мы скажем про глагол КАМа в науке САРФ, что это ФИАЛУН САЛАСИЮМУДЖАРУДН ГОЙРУСАЛИМН что это трёхбуквный глагол первообразной формы, неправильный, нездоровый глагол ГОЙРУСАХИХАН так как это ФИАЛУН АДЖУФА пустой глагол. То есть АННАХОХАРФАЛИТ у него вторая корневая буква является слабой буквой, больной буквой ВАУ. Из-за наличия которой здесь и произошла замена этой буквы на АЛИФ. Как видно, мы здесь не обращаем в морфологическом разборе глагола КАМа на приходящее за ним имя Мухаммад. То же самое будет, если мы проведем морфологический разбор слова Мухаммад. Мы скажем, что Мухаммад это в основе ИСММАФУЛИН СИАТУСМИ МАФУЛИН в форме имени поддействия, то есть причастие страдательного залога в значении многохвалимы Мухаммаду а не просто хвалимы Махмуду на что указывает его морфологическая форма его порода МФААЛИН Мы скажем, что Мухаммад образован от четырёхбуквного производного глагола ХАММАДА ЮХАММИДУ по породе ФААЛИЙ ФААЛИ и что Мухаммад образован от глагола настоящего будущего времени АЛЬФАЛИН МУДАРА ЮХАММИДУ путём замены приставки Я вначале на огласованную ДАММАЙ БУКУ МИМ МУХАММАДУН также заменой огласовки предпоследней буквы ЮХАММИДУ на ФАТФА МУХАММАДУН Мухаммадун, что является стандартным общим правилом для любого глагола в котором имеется более трёх букв Также в науке САРФ мы здесь скажем что четырёх букв на глагол ХАММАДА много хвалит от которого и полученный слово Мухаммад Так вот этот глагол ХАММАДА образован от трёх букв на глагол корня ХАММИДА хвалит путём удвоения его второй корневой буквы буквы МИМ ХАММИДА и ХАММАДА дабы четырёх букв на глагол ХАММАДА указывал на усиление смысла на многократность и интенсивность действия что является одним из значений данной породы ФААЛА значит ХАММАДА от которого и образованное имя Мухаммад это не просто хвалит как в случае с его трёх букв основой корня ХАММИДА ХАММАДА это восхвалит много хвалит а значит Мухаммад это много хвалимый заслуживающий хвалу как мы видим каждое из этих двух слов КАМА и Мухаммад мы разобрали в отдельности не проявляя между ними какой-либо связи значит разница между наукой САРФ морфологии и наукой НАХУ синтаксис в том что САРФ морфология рассматривает слово отдельности изучает происходящее внутри него изменение а НАХУ рассматривает только окончание слова изменение окончания слова из-за его связи с другими словами то есть в зависимости от воздействующих на него факторов Аллаху Аланам